И снова здравствуйте, всем привет. Итак, такая ситуация, значит пустыня, значит у нас Индиана Джонс, допустим, идут по пустыне на верблюдах, можно потом сделать, посмотреть как верблюды будут караван идти, да. Но пока давайте, там же змеи должны быть и как это все дело сделать, как это все заанимировать по-простому, да. Итак, вот есть у нас сопля, сопля это змея, здесь значит у нас пустыня, сейчас все это дело потом покажу, значит в текстурах, с текстурами, ну где-то да, где-то пустыня, где-то нормально все. Так, теперь, так, делаем Shift-A, добавляем курву, можно добавить без Е, можно добавить патч, давайте без Е, попробуем так, пока А отключать не получится. Выключим только цвета, семерка на нампаде, и значит хорошо, если бы у нас вот эта вот, значит, штука вылазила, значит, из, как сказать, из бархана, да. Да, без Е не будем, наверное, а ну-ка, это значит, делит, добавим, add курв, добавим патч, путь. Заходим, значит, опять же, выйдет мод, смотрим, куда у нас смотрят нормалии, вот видите, да, стрелочка, значит, английская А, Р, все это дело перекручиваем, сделаем по-ровному, так, кройка на нампаде, видим, что у нас здесь, вроде бы, змея лежит, значит, теперь, семерка на нампаде, и вот это все дело будем оттаскивать. Так, есть, оттянули. Выбираем еще одну вершину, значит, G, оттянули. Так, вот это вот, значит, вершину, желательно, чтобы, наверное, как бы она в бок не уходила, а ну-ка. Так, вроде бы, по бархану она ползет, да? Так, вроде бы, обходит бархан. Так, теперь, значит, семерка на нампаде. Угу, так. Сделаем тогда E. Увеличим ее до конца. Ну, допустим. Так, пусть будет сюда. Так, теперь выбираем одну вершину, выбираем вторую, делаем subdivide. И теперь семерка на нампаде, значит, вот эту, так, вот эту вершину мы выбираем, и G, подтягиваем ее вот сюда, значит. Тогда вот эта вершина тоже должна быть повыше, чтобы обойти бархан, да? Так, ну, как-то так-то. Теперь выбираем еще одну вершину через G, вторую делаем еще раз subdivide. Еще разочек сделаем G. Так, это значит, у нас путь сильно плотный, а тут сильно у нас затянутый, да? Так, еще раз делаем subdivide. Так, а ну-ка, G. Еще раз делаем subdivide. Так, теперь это значит еще раз G. И смотрим, чтобы это все легло, значит, у нас вот эту локацию. так. Так, ну здесь сильно перекручено, а ну-ка. Угу, и видим, что у нас получается, что часть пропадает, да? Тут тоже добавим subdivide. И попробуем вот эту, значит, штуку G приподнять. Так, это мы приподняли. И это значит, мы тоже по бугру обошли. Так, теперь еще разочек выбираем subdivide. Так, делаем G подтяжечку, значит, эту делаем в эту сторону, эту делаем в эту сторону, делаем помягче, чтобы больших перегибов не было на поворотах. Иначе у нас потом возможно будет гнуться голова, да? Так. Ну, еще выбираем, чтобы путь чуть-чуть побольше, чтобы понять, как это дело будет обстоять, Дэн. Так, значит, это дело сюда уходит. Так, так, так. И тогда еще раз subdivide. G уходит сюда, это уходит сюда. Ну, чтобы волна у нее была, да? Ну, а это заканчивает свой поворот. Так, теперь, опять же, у нас проблема в чем? То это все дело нужно посадить именно по нашей локации. И желательно, чтобы это прям не завалилось весь песок, да? Ну, если что, мы потом можем песок еще поддавить, чтобы где-то сильно будут провалы, да? Так. В принципе, что? Угу. Так, здесь у нас, опять же, выбираем, не досаживается она, значит, в пустыню. Ну, как-то так-то. Так, ладно. Заходим. Теперь выбираем, где наша змеюга. Наша змея, вот она. Выбираем, значит, на модификаторах курс и выбираем, значит, нам патч. Теперь видите, что она, фиг, движется. Если мы поставим по Y, она движется, да? вот она. Так, это хорошо, что движется, но вот этот курсор уходит далековато, и значит, что? Змея слишком маленькая. Так, а ну-ка. чтобы больше у нее было оборотов, да? И что мы видим, что у нас змея значит, боком как-то лежит, да? А ну-ка, единица на нампаде, а ну-ка, если R. Я ее так не смогу выгнуть, да? Так, тогда убираем нашу вот эту штуку. Так, единица на нампаде, и попробуем нашу змею R перекрутить на бок. Надеюсь, на этот бок попали. Теперь, значит, курва, и значит, опять же, наш вот этот путь. Ставим мы его по Y. Так, и значит, она у нас перевернута на живот. То бишь, на спину. Отключаем. Значит, если она здесь лежит на спине, то, когда единица на нампаде, мы ее кверху еще перекрутим. Еще раз попытка номер 375 по Y. Здесь она, лежит на боку. Так, минус Y, а ну-ка. По минус Y мы попали, да? Нормально так. Все, теперь, что у нас не так? У нас должна, значит, работать Edit Mode. и смотрим, что змея у нас движется-то, движется, но что-то хреновато движется. Делаем, опять же, subdivide, и уже под нашу змею пробуем все это дело подогнать. теперь, значит, башка. Так, а ну-ка, получится R перекрутить. Так, а если G оттянуть, ну, по бугру она нормально вроде бы ползет, да? Хорошо, по-е на кости настроить, и потом кости привязать с анимацией уже, сейчас тоже рассмотрим это дело. Так, смотрим дальше, если мы так, 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 Object Mode убираем нашу змею, проталкиваем ее дальше, изгиб у нее хороший, все хорошо ползет, да? Так, ползет-то она хорошо, но вот другой вопрос в чем, что у нее рот открытый, и значит внешний вид не очень, да? Так, ну, ладно, давайте посмотрим сначала, как она все это дело ползет, да? а потом уже будем смотреть, значит, включим наши вот эти, как их называют, текстурки, добавим, добавим камеру, добавим 0 на нампаде, сделаем Shift-F, погуляем немножко нампадом, так, ох ты, скоростной колесико покрутим, уменьшим скорость, так, теперь, G, не G, а стрелочки, ЛД, ну, как-то вот так вот ее поставим, выберем нашу змею и вернем ее, значит, на исходное положение, так, пропишем и ок рот и, значит, на каком-нибудь кадре 240-ом, пускай она доползет до конца нашего вот этого пути, пропишем и локрот, путь можно сделать извилисти побольше, так, делаем 0 на нампаде, ставим на первый кадр, так, выбираем камеру, делаем Shift-F, погуляем немножко немножко кверху, книзу, пропишем и локация камере, и, значит, она уходит назад до конца, делаем Shift-F, как бы вот так, да, или уходим, допустим, за какой-нибудь буго, или она уползает с камеры вообще долой, сейчас это тоже посмотрим, а ну-ка, прописываем и локрот, так, ставим на первый кадр, смотрим, как это все дело будет происходить, включаем пробел, и вот наша змея пошла, 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 где-то камеру можно Shift-F подкрутить, куда-нибудь увезти, какие-нибудь ракурсы тут подобрать, прописываем и локрот, вот она дальше идет, 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 и где-то здесь, в принципе, если вот здесь оставить, вот это дело, да, пропишем в камере и локрот, а вот этот кадр тогда delete удалим, и чтобы она уходила с этого кадра, мы возьмем, выберем наш вот этот, наш путь, зайдем в edit mode, семерка на нампаде, сделаем А Ш И Д Так, подгоним ее где-то вот сюда, смотрим, что она тут, как она тут легла, так, а ну-ка, R докрутим, может быть, или, значит, как-нибудь ее за бархан, может, отпустим, да, ну, пока вот таким вот образом сделаем, а сильно сидит в песках, так, мы ее перекрутим, G, опустим в наши пески, так, и значит, что сделаем, выберем вот эту вершину и сделаем Delete Vertex, выберем другую вершинку, так, даем, и подгоним ее вот сюда, вот так, выберем эту вершину, сделаем F, соединим нашу вот эту кривую, так, теперь, что у нас тут, вершину вот эту, выбираем G, припускаем по нашему бархану, натягиваем на наш бархан, где-то выбираем вершину, приподнимем, чтобы все это дело нормально было, да, так, что еще мы имеем, мы имеем, что у нас тут нужно смотреть уже по змее, смотрим, он уже смотрит, выбираем нашу змею, вот она доходит до этого момента, здесь, значит, удаляем вот этот кадр Delete, выбираем наш вот этот вот MOV и тянем, значит, куда мы ее, так, сейчас поставим 500 кадров, допустим, да, и тянем ее до конца нашего вот этого следующего пути, прописываем и локрот, так, смотрим теперь, куда-то у нас делся первый кадр, не проблема, мы вернем все это дело, и пропишем и локрот, ставим 500 кадров, так, теперь ноль на нампаде, смотрим, что у нас получается, змея пошла, 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 и уползает, значит, с экрана, да, в принципе, для какого-то сюжета, ну, это если сильно укорочено, то давайте продлим этот момент до 500 кадра, и сделаем, выберем эту камеру, сделаем Shift-F, и уберемся еще подальше, значит, на какой-то кадр, ну, чтобы подольше была анимация, значит, здесь она уползает, и мы покажем ей чисто вот так вот хвост, наверное, да, а ну-ка, и блок рот, смотрим, пошла, 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 здесь нормально, а здесь уже Shift-F, нужно переписывать нашу анимацию, так, ну, в смысле, положение камеры, можно уйти за бугор, как-то, да, чтобы она как бы исчезала, потом опять появлялась, допустим, вот из песка, вот с этим перекрутом тоже нужно разобраться, ну, в принципе, нормально она тут ползет, так, и блок рот, и, допустим, дальше она раз, 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 вот здесь уже, видите, нужно ее, значит, усаживать, выбираем наш, вот эту, наш путь, заходим в Edit Mode, выбираем нашу вершину, значит, садим нашу змею поглубже, а вот эту часть, да, то, что идет вот эта вот перекрутка, волну нужно, как бы, корректировать, да, так, волну, и вот эта почему-то она, значит, пупом вверх, это не есть хорошо, так, а ну-ка, джи, голову где-то повыше, дальше она пошла, пошла, ну, в принципе, все, песок, она должна, как бы, въедаться, здесь, что у нее получается, здесь она должна уйти уже, может, даже поглубже, здесь тоже, как бы, скрыться в песке, голова пусть покажется, да, и мотаем дальше, здесь она тоже пошла на взлет, не здесь хорошо, мы все-таки в пустыне, смотрим, чтобы она пошла по песку, и дальше, значит, продвигаем этот путь, угу, так, так, вон у нас что, шарапал, да, можем ее корректировать, но только перекрутка идет, значит, на этом, так, но это мне не очень подходит, потому что я хочу в ровну, так, так, и значит, как-то, 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 и значит, где-то, G, возможно, даже побольше, выгор, выгор, больше какой-то, извил, и значит, у нас змея уходит на бархан, все, в принципе, что, прикольно, на бархан-то она ушла ровно, видите, да, ну, а на другие моменты не есть good, а ну, а ну, так, это значит сейв, так, теперь пробуем другой вариант, значит, что, выбираем нашу вот эту соплю, то бишь, змею, так, тройка на нампаде, отключу ей текстурки, поднимаем нашу вот эту гражданку, смотрим, что не так, не так, то, что она должна быть теперь в нормальном положении, семерка на нампаде, есть такое дело, тройка на нампаде, делаем shift а, добавляем арматуру single bone, ставим ее, значит, viaport display in front поднимаем на нашу соплю, и тут какой вариант, значит, или руководить головой, или руководить хвостом, заходим в, как выйдет мод, английская, так, 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 смотрим, так, если будем с головы идти, то руководить будем только хвостом, тогда управляющая у нас будет должна быть голова, значит, G вложим вот эту косточку, вложим ее вот сюда, так, а ну-ка, давайте настроим G как руку, наверное, тогда G это будет у нас типа рука, здесь у нас будет E типа голова, теперь у нас E типа рот, Alt-P Clear Parent отсоединяем G подставляем к нашей башке, чтобы потом закрыть, значит, рот, теперь отсюда вытаскиваем E косточку управляшку Alt-P Clear Parent отсоединяем, эту косточку головы вяжем через Shift Ctrl-P типа offset кости управляшки, так, эта кость G должна быть уменьшена, ну да, а ну-ка, не, давайте на всю поставим и сделаем Subdivide и поставим где-то побольше. Ну, пока пусть будет так, да? Угу. Так, теперь бы, как бы сделать это, а ну-ка, план пока отключим. и теперь, чтобы руководить нашей вот этой, значит, телом, как бы это сделать, чтобы было побыстрее. Так, если эту настроим на движение, так, 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 ладно, эксперимент, пока эту соплю сейчас свяжем, а потом будем еще что-нибудь экспериментировать, делаем Ctrl-P, White Automatic Widget, так, сопле, удаляем анимации, которую мы прописали, заходим, значит, PostMode, так, EditMode, я не привязал вот эту челюсть, так, челюсть привязываю к голове, Ctrl-P и PostMode, так, теперь заходим в PostMode, закрываем челюсть, G, теперь вот эту, так, вот эту кость на эту, Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic, настройку на Kinematic, так, а ну-ка, на две кости, G, так, если сейчас мы будем оттягивать, то у нас получится вот такая штука, да, так, а если мы теперь хотим настроить хвост, то выбираем так, если выберем вот эту кость на эту, Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic, не катит, Ctrl-Z, значит, вторую на первую, Ctrl-Shift-C Inverse Kinematic, отключаем таргеты и ставим, допустим, я не знаю, пока, на 10 костей, а ну-ка, семерка на нампаде, G, ага, это не тот вариант, так, ладно, удаляем Inverse Kinematic и смотрим, а ну-ка, семерка на нампаде, если я выберу вот эту кость и буду ее двигать, то у меня тут все ломается, вы видите, да, так, R, так, это будет некрасивая анимация, это будет жесть, так, ладно, все это дело отменяем, так, тройка на нампаде, Inverse Kinematic отключаем, заходим в Edit Mode, убираем кость управляшки Delete Boon, так, вот эти кости Delete Boon, и значит от этой косточки делаем Е, цельную кость, теперь Subdivide поставим поставим их на 10, так, эту кость головы вяжем к этой кости, Ctrl-P, Keep Offset, заходим в Object Mode, выбираем нашу соплю, то бишь змею, делаем Ctrl-P, White Automatic Widget, выбираем наши кости, заходим в Post Mode, и тогда вторая кость на первую, Ctrl-Sh, и в C, Inverse Kinematic, таргеты долой, и ставим на 10 костей, пускай, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, да, так, теперь G, все хорошо, все, хвост будет двигаться, вы видите, но, хвост будет двигаться, так, управляшка у нас какая получается, вот эта, да, управляшка ее будет тоже двигать, но минус в том, что мы не сможем делать вот эти вот изгибы, вот такая фигня, так, 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 давайте обманем это, не, можно разделить, отделить тут кости в разные стороны, какие-то косточки добавить, чтобы ими можно было тянуть влево, вправо, но раз мы будем все равно по пути пускать, то, в принципе, что, то получается, единица, правда, управляющая кость у нас есть, голова будет у нас двигаться, контрол Z, так, это будет двигаться, хвост, семерка на нампаде, а ну-ка, G, мы можем, что мы можем делать, мы можем вот так перекручивать его, потом, если получится перекручивать, ну, это очень геморно, да, ну, в принципе, может получиться, если мы сейчас все это дело будем вот так перекручивать и побольше костей добавим, допустим, вот раз, а тут уже хвост пошел как бы так, и получается тогда, если мы дадим больше этот объем, где голова, допустим, вот эту кость мы еще больше перекрутим, то тогда G здесь мы сможем выпрямить, раз первое, значит, ходка есть, и то же самое повернуть на другую сторону, и получится у нас уже анимация в принципе, да, так, все это дело убираем, сейчас тоже это попробуем, так, сначала опускаем по пути, так, выбираем, значит, наш, так, что мы выбираем, обжиг, выбираем наши кости, опускаем наши кости, значит, до нашей вот этой кривой, выбираем нашу кость и добавляем так, а тут мы уже не добавим, да, так, constraint follow, constraint follow патч, бамс, анимировать путь, ну, это вообще койт, если с анимацией, то он уже будет, конечно, бежать, ну, видите, что, значит, куда ты пропал, его аж вон куда подняло, потому что он не имеет анимации, это сопля, нужно сделать анимацию и просто по ровному пути пустить, так, это мы разобрались, значит, эта штука только для ровного пути уже с готовой анимацией, значит, ну, этот путь мы посмотрели, все работает, понятно, да, так, теперь, что нам понадобится, нам понадобится add, так, значит, что еще, image, image plan, зайдем, найдем, где тут все находится, так, не прокатывает, значит, нужен файл нам с этой, как он, move file, сейчас я его подготовлю и продолжим, и так, значит, вот такой вот файл делаем s, в принципе, по голове у нас она подгадывается, и смотрим, если сейчас мы на первом кадре, так, выбираем наши кости, заходим в postmod, попробуем, значит, а ну-ка, G, так, помягче положим это все дело, R, потихоньку, чтобы, значит, не сломать нашего персонажа, вот так все это дело, доведем, так, даже она здесь еще больше должна быть, да, но пока так, пропишем A и log ROT, следом, так, на этом файле английская A Alt, G, Alt, R мы уводим нашу голову, значит, в эту сторону, так, управляшка у нас, где тут, а ну-ка, G, ну вот она, да, так, теперь, значит, опять же, выбираем нашу управляшку, только гнем ее теперь в эту сторону, да, тут будет, конечно, побольше костей, потому что все будет немножко жестковато, ну и, конечно, нашу змею, змею под эту картинку, если подделать, так, прописываем A и LockRot, так, у нас же еще промежуточная есть, да, а промежуточной нет, у нас тогда получается вот этот первый кадр, английская A, шрифт D, подставляем вот сюда, так, а вот здесь тогда нужно это дело R корректировать, да, так, голова остается у нас на месте, вот тут не есть good, а, его круто, ну-ка, G, и тогда тут Shift, D, вот это у них промежутки но это гифка ну-ка погнали дальше это значит у нас до сих пор значит этот кадр шиф д потом вот на голове нужно поближе кости сделать а ну-ка g голову тому можем повернуть а вот хвост сейчас бы повернулся и все так а ну-ка получится вот это вытянуть в принципе получается но докрутка полюбасу еще нужно так и тогда вот это тоже сюда тогда это чуть-чуть довертеть а и локрут как здесь это дергается здесь можно сделать в принципе чтобы переходы мягкие были вот почему голова уходит у здесь бог принципе голова у нее сейчас посмотрим да так так доводим тогда здесь но одними костями можно даже без настройки вот этой всей значит инверс кинематик вот если голова позицию здесь вот не меняла да а на одной точке было ну тогда было нормально нормально и значит конечно не 50 дам так ладно джи и голову перекручиваем хвост тогда перекручиваем так ставим 50 кадров и что у нас получается ну это вот гифка идет рывками да как наша более-менее нормально так 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 вот здесь мне не нравится почему она меняет положение башки ну здесь она мягко уходит я еще ладно понимаю так как как тогда вот эти кадры мы удалим и вот здесь застой тоже уберем и вот здесь застой тоже уберем пишем ее только значит шифт д чтобы на одном месте голова была как здесь тоже шифт д на одном месте так Так, тогда 50-й у нас должен быть, это первый, правильно? Ну да, тогда 6D делаем 50-й первым и ставим тогда 47 кадров. И тогда получается, где вот он раз, распрямляется хвост. Так, а ну-ка. Здесь тогда у нас должен ещё кадр быть, R. Доводка, доводка. И это тогда ещё раз доводка, а ну-ка. А, и локрот. Ну, в принципе, анимация как бы есть, да? Конечно, с ней нужно ещё поработать, как это всё дело лучше гнуть. Это значит, гифка чуть-чуть может не подходит, но принцип понятен. Волна туда, волна сюда. Значит, гифку удаляем. Тогда делаем Shift-A. Добавляем кур, добавляем патч. Семёрка на нампаде, заходим в Edit Mode, делаем R. Выбираем какую-нибудь вершину. Так, я здесь уже по ускоренному. Принцип понятен, да? Так, теперь выбираем, выбираем, что мы выбираем? Мы выбираем, значит, наши кости, выбираем нашу, значит, нашу дорогу. Так, Ctrl-P, FollowPatch. Патч Animation 100 кадров, т.д. Так, это слишком быстро. Здесь ставим 50. Теперь нужно зайти, значит, куда? Вот так. Nuntic Animation. Анимация. Так, что у нас тут? Камера, нумб. Арматура. Вот она. Акцион клип. И что у нас тут? Поставим. Допустим, на этот путь. Вот столько раз повторить, да? А ну-ка. Ну, это сильно быстро, конечно. А ну-ка. Так, 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 так. Что у нас получается? Ну, короткий путь, поэтому я здесь уже не смогу много поставить. А ну-ка, если... Так, 0, 0, 5, да? Нельзя. Короче, сотка только. Ну, вот получается, на вот этот короткий путь у нас получается повторений. Значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Так, теперь английская V не прокатывает. Модифайер, шипт. В принципе, чё. Заходим в правильный лайн. И смотрим, чего у нас тут получилось. Удлиняем, потом делаем путь по длине. И, в принципе, эта анимация вписывается уже в движение, значит, нашего пути. Путь тоже можно искривить, сделать в разном виде. Но видите, что всё так... Что тут ещё? А ну-ка. Выбираем кости, заходим в PostMod. Английская A. Всё, здесь уже анимации, в принципе, мы не увидим. Потому что они исчезают. Ну да. Только единственное, что можем, ещё тройка на нампаде. На первом кадре где-то... А ну-ка, попробовать закрыть вот этому персонажу рот. И локрот. И локрот. Смотрим сверху. Семёрка на нампаде. Отключаем видимость всего. Да неплохо он движется. Но только другой вопрос, что очень быстро. Так что можно и так делать. Только побольше костей добавлять и помягче вот эти изгибы делать. Изгиб туда и изгиб сюда. В принципе, можно найти раскадровку. Как движется змея. Ну, подходит и один вариант, и второй. В принципе, если анимация прописывается, где змея должна уже броситься, то да, вот этот вариант с костями будет нормальный. Только побольше костей и гнуть, и гнуть, и делать побольше анимацию. Там можно потом перевернуть, как бы, кости и назначить от башки, как бы, движение. Но вот этот изгиб, вот этот изгиб костей, если даже добавлять боковые косточки, которые будут к себе притягивать, то нет. Лучше тогда, какая будет штука. Можно-то без костей сделать, но только на шиптеях. Давайте попробуем, рассмотрим и этот вариант. Так, этот вариант понятен, да, тоже он. Шмурчок такой бегает, всё, это он по пустыне шибанул. Так. Так, 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 это где он начинает свой путь? Ух ты! Опа! И по пустыне он прям пролетает. Для мультфильма какого-то это пойдёт. Прикольно будет. Змей прям пролетел. Так, теперь, значит, выбираем вот этот патч Delete. Смотрим, что у нас тут с костями. кости тоже. Выбираем Delete. У нас остаётся одна сопля. Вот эта семёрка на нампаде. И смотрим. Смотрите, как можно сделать. Так, опять же, план я отключу. Добавляем шибки. И, значит, это только можно сделать по картинке. Нужно найти эту будет картинку. Найти, вот допустим, Sculpt Mode. Выбираем, значит, нашу тянучку. Можно и эластик, чтобы мягче тянуло. А F увеличиваем. И вот эту всю соплю. Бамс. Сюда. Эту, допустим, сюда. Вот тут будет минус, что видите, да? Так, а ну-ка, если просто тянучку. Да, видите, она утончается. Но это можно бэволом потом натянуть. Ну, может и будет смотреться. А ну-ка, семёрками нампаде, допустим, прописываем вот эту штуку. Следом. Так, а ну-ка, на первый кадр ставим. Убираем её в ноль. И прописываем. Добавляем теперь ещё один шибкий. Тянем это дело теперь в эту сторону. Эту сюда. Эту как бы сюда. И хвост сюда вот так. Можно где-то поближе, да? Вот это всё дело. Так, и прописываем, значит, на пятом кадре. Вот так. Так, на пятом кадре. А ну-ка, если вот этот прописать, не прокатывает, да? Так, первый кадр. Есть. Второй. Так, на первом кадре. Так, это вот на втором надо прописать. тогда этот тоже на первом в ноль. Во. И подобрать промежуточный вариант, он-то всё равно разгибается, да? Так, первый должен быть в единицу. Прописка. Так, здесь у нас вроде промежуточный есть. Так, это значит в ноль. Так, отключаем, да? Так, вот это что у нас тут? Ну вот, теперь в принципе нормально, да? Так, и теперь, если мы вот это всё дело пропишем ещё раз, шею дэ. Так, и ещё раз допустим шею дэ. Ставим 15 кадров. Ну, такая штука получается. Английская А. Делаем С. Хотя бы 30, ну давайте 40 поставим. А, вот здесь я что-то не то заморочил, да? Так, а ну-ка. Изгиб пошёл, пошёл, пошёл. Можно ещё один шипкий-то добавить. И допустим тогда F побольше, вот эту часть. А, так, подключаем. Эту часть тянем сюда поближе, а эту часть тогда сюда поближе. Ну, видите, она тоньше становится. А это тогда как бы так, а это как бы вот так. А ну-ка, F уменьшаем. Ну, тоже прописываем её. А ну-ка. Ну, и надо эти тоже допрописывать. Тогда это здесь в ноль. И первый кадр, чтобы она тоже не влияла в ноль. Ну, можно по кадровке, короче, всё это дело разобраться. Как бы это мягко. Ну, конечно, на костях бы это лучше. Я ещё посижу, посмотрю несколько вариантов, и потом уже вам покажу. Возможно, если рабочий вариант какой-то появится, более-менее наткнусь на прикольный, да, чтобы гнуть это всё дело. Тогда это уже разберём на кости поточнее. Ну, вот такие варианты. Значит, один по картинке делать, один, значит, костями крутить, и один, значит, просто эту соплю пускать по пути. Ну, такая вот информация. Возможно, кому-то что-то подойдёт, кто-то ещё своё что-нибудь придумает. Ну, по вот этим ползающим очень мало информации. В основном это, значит, на кости. Потом ещё, значит, на пути вот эти вот, чтобы она повторяла путь. Ну, в принципе, как такового нет. А вот на риг, на риг я попробую, значит, разобраться и выложить. Всё, всем пока, до свидания.